Сегодня в эфире. Говоря об успехах реализации майских указов, президент России отметил положительные демографические сдвиги, впервые за долгое время в России отмечается естественный прирост населения, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности по основным классам заболеваний и состояний. При этом президент отметил и одну из самых главных проблем здравоохранения, кадровый дефицит и недостаточный уровень заработной платы медиков, одна из этих проблем, острый дефицит квалифицированных работников, особенно среднего и младшего звена. В этой сфере наметились определенные сдвиги, положительные, должен признать. В 2013 году впервые за несколько лет выросло число медиков со средним образованием в регионах. Однако в медучреждениях по-прежнему ощущается дефицит этих специалистов, особенно фельдшеров и акушеров на селе. Так, при средней зарплате по стране по экономике 29,9 тысяч рублей врачи стали получать свыше 42 тысяч, преподаватели вузов – более 40, научные сотрудники – более 41, учителя – 29. Конечно, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это средние показатели, а не разница от региона к региону. Но и более того, что касается, допустим, медицины, там люди указывают нам на то, что они получают эти деньги, но получают, скажем, работая на полторы, а то и на две ставки. Объяснил президент. Это все есть, и об этом тоже нужно говорить, нужно говорить об этих стандартах, нужно тогда договариваться с профсоюзами о том, как мы считаем уровень загрузки на рабочих местах и так далее. Но то, что люди имеют возможность получать такие деньги – это в целом уже неплохо. Хотя, повторяю еще раз, здесь есть над чем работать. Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что ее ведомству впервые удалось начать постепенно избавляться от кадровой диспропорции, которая сохранялась долгое время в личинных учреждениях. Для обеспечения соответствия уровня зарплат медицинских работников эффективности их работы Минздрав разработал и опробовал типовые показатели эффективности, что создало основу для перехода на так называемый «эффективный контракт». Такие контракты заключены уже с полумиллионом медиков в четыре с половиной тысячи лечебных учреждений. Переход на «эффективные контракты» во всех регионах должен быть завершен к 2016 году. Для повышения качества образования медиков Минздрав вместе с Советом ректоров медицинских вузов разработал новые федеральные государственные образовательные стандарты по всем 11 основным врачебным специальностям и впервые по 94 «узким» специальностям подготовки в ординатуре. В 2013 году созданы больше 420 национальных клинических протоколов, которые легли в основу обновления типовых образовательных программ. Осваивать эти протоколы врачам должны помогать компьютеры. Для этого Минздрав тестирует новую систему дистанционного обучения, без отрыва от работы. Сейчас в пилотном проекте по дистанционному обучению участвуют 735 врачей первичного звена из 12 регионов страны. Контроль за квалификацией медицинских работников готовит их к введению с 2016 года системы обязательной аккредитации к конкретным видам медицинской деятельности. Разработка критериев аккредитации по всем основным 104 медицинским специальностям будет завершена, по словам Вероники Скворцовой, в 2015 году.